В этом году будут работать три пункта проведения экзаменов в пятой, второй и десятой школе. С выбором предметов выпускники уже определились давно. Поменять дисциплину можно будет за две недели только по уважительной причине. Принимает решение государственная экзаменационная комиссия, председатель государственной экзаменационной комиссии, и при этом эти случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. Из нововведений в этом году к иностранным языкам добавился китайский, но в качестве экзамена нефтеюганские школьники его не выбрали. В заданиях по русскому языку добавили один пункт, теперь их 27. Напомню, что с собой в аудиторию можно взять только черную гелевую ручку и паспорт. Для некоторых дисциплин разрешены калькулятор и линейка. Рассадка будет строго электронная. Пересаживаться нельзя, иначе экзамен будет аннулирован, причем для всего класса. На сегодняшний день у нас практически, не практически, а все пункты, на базе которых осуществляется сдача экзаменов, они подготовлены. То есть подготовлены технические средства, проверены все связи с РЦУ и региональным центром информации по базам данных. Полина Лисовцева заканчивает школу с одной четверкой по русскому языку. Говорит, обидно, но заверила, что экзамен сдаст на отлично. Поскольку готовилась к ЕГЭ без год, ходила на курсы. Более того, итоговую аттестацию она ждет с нетерпением. На самом деле в девятом классе я очень не ждала этого момента. А сейчас у меня такое чувство, что мне хочется как можно скорее сдать, чтобы стало намного легче. Поэтому я осознаю, что я полностью готова, и мне хочется уже пройти эту процедуру и с чистой душой выйти с аудитории. К сдаче ЕГЭ в этом году допущены все 646 одиннадцатиклассников. Экзаменационный период с 25 мая по 1 июля. Общегородской выпускной бал состоится 20 июня в Жемчужине Югры. Мария Сераева, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Камеры и всего оборудования.